Непридуманные истории. В редакцию новостей Первого Карагандинского обратилась пожилая пара, которая просит о помощи. Стариков выгнали из дома два дня назад. Пенсионеры успели уже написать письма о помощи местным Акимам, министрам и даже партийным деятелям. Но результата пока нет, говорят старики. Проблеме разбиралась Мирамгур Салкинбаева. Прошу вас разобраться с моей просьбой и помочь мне. Именно так начинается множество заявлений Надежды Канайкиной, которую два дня назад выгнали из дома. История положила свое начало еще зимой прошлого года. Надежда Петровна и ее супруг Василий Канайкин хотели купить квартиру. Мало того, что пенсионеров выгнали из дома, так еще и деньги не вернули. Мы купили квартиру у Семьи здравой подоверенности в 2010 году, 10 февраля. Отдали задаток, потому что в справке стояла дирекция, поэтому они не оформляли документы. Через 5 дней, 15 февраля, они опять взяли задаток, сказали, дирекцию снимем и все, переоформим. И она пропала, не стала появляться. Из-за всех проблем у Надежды Петровны случился инсульт. Теперь у 60-летней пенсионерки дефект речи. У меня по голове что-то как-то стукнуло. Скорую сын вызвал. Скорую. И меня увезли. Я в реанимации была. Пункцию брали у меня. Три дня я там полажала в реанимации, ушла и убежала. Потому что квартиру выгоняют, поэтому я ушла. Я плохо разговариваю, я забываю. Куда только не обращались пенсионеры, побывали во всех вышестоящих инстанциях, но безрезультатно. Два дня пожилая чета с китайцами не по съемным квартирам, как это бывает, а по разным машинам. Мы ночевали одну ночь в машине, а один день у подруги. Некуда идти. Ни денег, ни квартиры, ничего нет. В квартире, которая находится на 14 микрорайоне, они прожили около трех лет. Отдали задаток Светлане Семизаровой в размере 300 тысяч тенге. А всего причитается 78 тысяч. Теперь ни денег, ни квартиры. Самое интересное то, что никто из вышестоящих органов не хотят разобраться в данной проблеме. И оформили вот это гнило-медово. Она только в ЖКХ работает. Она все знает, где квартиры пустовали. Она наши порвала, а оформила уже на кого-то. Лично не на себя, а на кого-то из своих. На розу какую-то. Сестра Ержана. Кроме того, у пенсионеров есть 29-летний сын, инвалид второй группы. У Константина Канайкина сахарный диабет. Инвалид детства. С 14 лет. С 17 лет уже сахарный диабет на инсульт нули. Тяжелое течение у него. Помогите, пожалуйста. Пусть Аким от нас примет девушка. Попросите, пожалуйста. На сегодняшний момент домом для пенсионеров является Волга. Однако жить в машине здоровье у несчастной семьи Канайкиных просто не позволяет. Они просят лишь одного. Выдать или вернуть им законные квадратные метры. Ленгус Алкимбаева, Боржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.